Нина Григорьевна Минько, пожалуйста, Нина Григорьевна, ваша информация. Спасибо, Исакович. Добрый день, коллеги. В декабре 2015 года Дом Учителя объявил конкурс, который мы назвали «Ученик 2030-2030», а мы к будущему готовы. Конкурс, который мы планировали сподвигнуть учителей, кому есть что сказать новое слово в образовании, и сделать попытку реализовать свои идеи в жизни. Интересно, конечно, сегодня узнать, каков же отклик на этот конкурс и что мы сегодня в промежуточном таком варианте уже имеем в работе. На конец января мы получили 378 работ учителей города Москвы. В настоящее время вот на том сайте, который сейчас демонстрируется на экране, все 378 работ размещены. В настоящее время работает жюри конкурса и идет общественное голосование. Первый этап нашего конкурса завершится к 20 февраля, и через 14 дней мы готовы будем назвать победителей первого этапа. Коллеги, я хотела бы сказать, что техническое сопровождение конкурса идет достаточно профессионально. Поэтому любые отклонения, любые попытки какого-то технического сделать сбой на сайте конкурса, все это видно и все это легко поправляется операторами конкурса. Коллеги, спонсоры, партнеры нашего конкурса серьезно готовятся к подведению первого этапа. И первые 10 победителей, я благодарю сайт, наверное, уже можно вот убрать. Первые 10 победителей, которые выйдут победителем первого этапа, выезжают у нас в Сингапур. Они примут участие в международной конференции обучения и преподавания с использованием новых технологий. Победители, которые займут следующие 20 мест, они выезжают в Португалию для участия в международной выставке образовательных услуг. И победители следующие 20 выезжают во Францию на международную книжную выставку. Я думаю, что мы все не так долго осталось ждать итогов первого этапа конкурса. Ну а руководители наших образовательных организаций, кроме того, что порадуются, наверное, за учителей, которые будут победителями этого этапа, ну и создадут условия для того, чтобы 4 дня, которые получит учитель в награду, то они вот были все-таки для них в радость, а не проблемы, которые в этой связи могут возникнуть в школе. Тем более, что все названные выставки, Исакович, они практически совпадают с традиционными школьными каникулами. Так что удачи всем, кто принимает участие в конкурсе. Внимание руководителей к своим учителям осталось недолго ждать. Скоро назовем победителей. Исакович, у меня все. Дмитрий Григорьевич, прошу прощения и у вас, и у Людмилы Александровны сразу за непозитивный вопрос. Но меня встревожила ваша фраза про попытки сбоя сайта. Это, во-первых, первый вопрос. И второе, вы мне говорили, что кроме общественного голосования, когда мы обсуждали с вами, что у вас есть еще некая специальная жюри, комиссия, которая тоже наблюдает за всем за этим делом. Что вы имели в виду, когда сказали про попытки сбоя сайта и вот жюри что делает? Можно понять? Жюри, которая работает в конкурсе, оно начинало просматривать эти работы по мере их уже поступления. После того, как оргкомитет жюри отработали со всем массивом поступившего материала, мы сразу отошли в сторону, отвели те работы, которые не соответствуют заявленному формату в условиях конкурса. Поэтому работаем мы сейчас вот с тем массивом, который вписался полностью соответствует конкурсу. Теперь по вашему вопросу. Жюри работает с середины декабря, как только начали поступать работы. И по сей день идет просмотр этих работ. Когда я скромно вот так намекнула о некоторых технических таких вещах, которые возникают, это некоторая картинка, которая просматривается в плане искусственной организации, такой голосования за того или иного кандидата. Поэтому, повторяю, это технически у нас, что называется, исправимо. Это просматривается. Ну, теперь, Нина Григорьевна, кажется, я понимаю, о чем вы. Честно говоря, это очень грустно, потому что, когда начинали конкурс, конкурс среди педагогов, ну, честно говоря, как-то был уверен, что следить за чистотой голосования не придется. Ну, вот, слушая вас, я понимаю, что даже в этой ситуации, увы, приходится. Александр Анатольевич, а вы, пожалуйста, скажите, вы-то как в этом участвуете? Александр Анатольевич, сайт находится под постоянным мониторингом. На сайте установлена система защиты от и накруток, и от попыток голосовать при помощи роботов. Там стоит система, подтверждающая, что голосует человек, а не робот. И, да, была зафиксирована попытка, кстати, атаки на сайт в 10 часов 30 января, которая сразу была ликвидирована, вот метрика показывает ее. В то же время, хочу сказать, что статистика нам демонстрирует, что никаких накруток и большого попыток голосования за кого-то при помощи технических средств мы не наблюдаем. В качестве доказательства сопоставление двух цифр. За время, после того, за которое выложены работы, за январь месяц, сайт посетило 92 тысячи уникальных посетителей, то есть зашли с 92 тысяч устройств. При этом количество голосов, отданных за работы, суммарное количество голосов, отданных за работы, всего 73 тысячи. То есть того, что кто-то один заходил и начинал массово голосовать, причем очень много просмотров, этого не наблюдается. Иначе количество голосов было бы гораздо больше, чем количество просмотров и посетителей. Так что, Исаакович, сайт работает надежно, и мы видим, что если уж много человек за работу и голосуют, то это те люди, которые работу посмотрели, почитали, кому она понравилась и кто учителя поддерживает. А сегодняшний современный учитель умеет управлять информацией, связанной с его работой. Хорошо, но я все равно, Нин Григорьев, я убедительно прошу, вот работы, которые выходят в лидеры, попросите, чтобы посмотрели специалисты, насколько, ну, в самом деле, заслуженно эти работы выходят в лидеры. И чтобы мы с вами, ну, скажем, не обманули тех участников, которые ведут себя абсолютно честно, ведут себя корректно и не испортили результаты конкурса. И я, коллеги, хочу обратиться, я надеюсь, что те, кто участвует в конкурсе, услышат. Коллеги, вы же понимаете, что на общественном голосовании только начинается наша с вами совместная работа, а не заканчивается. И если ваша дальнейшая работа будет, ну, скажем так, совсем не совпадать с результатами общественного голосования, это же станет абсолютно понятно. И, наверное, нам всем будет неловко перед нашими учениками. Поэтому я еще раз прошу, коллеги, а, играть абсолютно честно, б, если вы знаете, что кто-то там, может быть, вам хотел помочь и, как говорят, накрутил результаты голосования, то лучше об этом заявить вот Нин Григорьевне сразу с тем, чтобы можно было восстановить справедливость. Я убедительно прошу, коллеги, это серьезнейший пример нашим ученикам и не хотелось бы, чтобы мы с вами выглядели в этой ситуации людьми, которым нельзя доверять. И еще раз говорю, вот, начиная этот конкурс, я, например, был уверен, когда разговаривали с Ниной Григорьевной, с Александром Анатольевичем, что уж здесь-то точно никаких попыток кого-то обойти не совсем корректными методами не будет. Потому что участвуют взрослые люди, педагоги. И поэтому я прошу, Александр Анатольевич, вас усилить меры безопасности. И Нина Григорьевна прошу, соответственно, обратить внимание на работы, которые выходят вперед и посмотреть, насколько они с точки зрения специалистов заслуживают этой победы. Да, все будет сделано из-за того, что я так. Спасибо. Коллеги, есть какие-то вопросы к Нине Григорьевне или к Александру Анатольевичу? Может быть, предложения какие-то на эту тему? Нина Григорьевна, когда у нас завершается голосование? Еще раз, пожалуйста. 20 февраля. Хорошо. Спасибо. И сразу после этого мы будем готовы на селекторе объявить, показать итоги. Спасибо.